доброе утро дорогие друзья сегодня у нас 30 число первого месяца января 22 года и сегодня мы на беседе 121 такая симметричная цифра 121 121 беседа у микрофона виктор кравченко а я вначале хотел бы сказать несколько слов несколько как бы отступления и потом мы прочитаем текст 21 главы в самом начале вот путешествие с павлом по книге деяния мы рассуждаем размышляем о служении как о жизни в служении то есть жизнь как служение жизнь как миссия жизнь сама по себе она не имеет смысла она не имеет смысла как бы сама в себе то есть она не самодостаточна этой жизни которая нам дается хотя мы иногда мыслим по-другому и ее как бы рассматриваем и ее планируем по-другому но на самом деле жизнь это дело прикладное оно используется для чего-то и дано нам богом для чего-то если мы не имеем цели в жизни этой и потом мы поговорим немножечко о другом более важном предмете то конечно настоящая жизнь она не имеет смысла потому что она наполнена бедами и скорбями это равносильно как если бы человек нес тяжелый груз тяжелую ношу и его спросили а зачем ты это несешь а он бы сказал несу чтобы нести но это по сути не имеет смысла но мы иногда живем для того чтобы просто жить и это неправильно писание говорит нам о том на самом деле для чего мы должны жить поэтому я хотел бы обратить внимание например павла вот читая о служении павла рассуждая его жизни и глядя на наше собственное служение на нашу собственную жизнь на наше христианство здесь конечно большая разница надо понимать вот этот исторический и духовный контекст в котором все происходило мы сейчас остановились на том месте когда апостол павел шел в свой последний так сказать путь свое последнее путешествие то что он называл посольством в узах и многие этого не понимали потому что ему было чем заняться на свободе но он шел и хорошо знал куда он направлялся у нас сегодня тема на что не жалко потратить свою жизнь вот на что стоит потратить свою жизнь и все что делал вот этот человек этот великий божий человек великий муж божий он делал ради одной цели говорят что человек должен быть человеком одной цели и одной книги мы так часто себя рассредотачиваем распыляем что ничего основного и не остается ну вот он двигался ради одной цели он каждый раз называл эту цель он говорит все что я делаю я бегу не просто так не просто чтобы бить воздух я делаю ради вечной жизни ради вечности вот итогом его трехлетнего служения в ефесе было как раз подготовить своих братьев он пытался акцентировать их внимание на том что чтобы сохранить по эти не потерять и удержать наследие с освященными он говорил вам очень большими трудами далось благодаря благодати божией а также вашему собственному обращению к богу это спасение но это спасение нужно удержать его нужно сохранить сохранить чтобы получить наследие со всеми освященными вот ради этого наследия он собственно говоря и жил он и творил он и делал он и проповедовал и он им советовал делать то же самое и конечно нужно иметь ту цель ради которой мы с удовольствием без жалости потратим все дни своей жизни потому что жизнь как я уже говорил наполнена печальами по моему виктор клеменко как-то сказал не знаю насколько точно его исследование но она где-то в принципе правильно он говорит если радость длилась пять минут то скорбь продлится 50 часов то есть жизнь это не прогулка это не сахар поэтому ее нужно употребить на что-то очень важное в конце концов единственное что делает осмысленной осмысленной настоящую вот эту сегодняшнюю нашу земную жизнь это конечно жизнь вечная я на москоменский писал это наша земная жизнь дана нам только ради того и только с одной целью чтобы подготовиться к другой жизни которая последует за ней жизни вечно вот такое как бы утверждение такой такой тезис кто-то другой сказал смерть специально поставлена в конце жизни чтобы мы могли к ней подготовиться но это же не конец а за ней следует вечная жизнь вот ради нее и не не жалко нам потратить нашу жизнь данную нам богом вот это пытался и внушить павел своим слушателям поэтому первый тезис звучит так все силы наши все наши таланты кстати говоря это и христос говорил все время все ресурсы все ваши силы все ваше так сказать дарование потенциал нужно потратить материальный духовный и направить на то чтобы получить от господа вечное наследие причем получаем это не заслуженно но нужно сохранить это аж до дня пришествия господа вот именно сохранить до дня пришествия иисуса христа которая неизменно каждый день и каждый час приближается ныне ближе к нам спасение нежели когда мы уверовали в этом суть нашего христианского упования теперь давайте прочитаем главу 21 из 1 по 4 стих нашу тему когда же мы расставшись с ними то есть лука пишет что мы это группа павла которая направлялась в иерусалим расстались с теми пресвитерами с теми служителями расставшись с ними отплыли то прямо пришли в кос на другой день в родос и оттуда в потару и найдя корабль идущий финикию взошли на него и отплыли быв в виду кипра и оставив его слева мы плыли в тире ибо тут надлежало сложить груз с корабля и найдя учеников пробыли там 7 дней они по внушению духа говорили павлу чтобы он не ходил в иерусалим для того чтобы мы не унывали в этой жизни для того чтобы нам не было скучно бог так все устроил что находясь церкви христовой мы нигде никогда не останемся не останемся как бы в одиночестве именно это не образно это это буквально нигде и никогда мы не останемся в одиночестве это всегда удивляло посторонних людей они говорят как так можете поехать куда угодно и вас примут и и и и как-то так устроят как будто вы все все время были частью семьи но это невероятно такого нет ни в одном сообществе но церковь именно так и устроена чтобы каждый из членов тела христова имел возможность и даже потребность служить другому весь бог так устроил эти связи очень крепко связаны чтобы служить именно друг другу здесь он апостол павел употребляет такое хорошее старое русское слово и это действие приращает то есть это как бы это такое выразительное слово оно написано в ефесянам 4 главе в 16 стихе взаимодействие члена в теле христовом павел говорит что если в сердце нашем есть любовь то проявляя ее и ее мы исполняем свое назначение по-другому и быть не может церкви это нонсенс когда в церкви нет любви она постоянно превращает то есть как бы растет и тот который проявляет любовь этот который принимает любовь растут и созидаются в любви такова таков смысл церкви таков смысл любого тела физического когда один член одна клетка работает ради остальных и те делают тоже самое вывод такой если в нашем сердце нет любви апостол павел говорит то есть он говорит что если в нашем сердце нет любви то церкви делать таким людям просто нечего будь то член церкви будь то приближенный человек будь то пастор епископ архиепископ без любви делать церкви нечего потому что церковь она просто соткана из любви это ее так сказать энергия этой церкви если ее забрать то это тело распадается это это перестает быть церковь поэтому он говорит что является большой ошибкой это просто ошибка природы духовной какая может прийти если человек попадает церковь без любви он как инородное тело он не может там как бы прижиться поэтому павел говорит если нет любви но найди другое общество образно говоря иди в траковую компанию если не можешь любить людей но будешь любить я не знаю железо то есть в церкви нужно любить людей это такой как бы постулат который который он не оспаривается поэтому нужно все время себя проверять на предмет любви если мы в церкви и любви нет но тут что-то не так поэтому лука евангелист писатель дееписатель биограф он наглядно показывает на примере жизни павла вот именно этот пример он буквально говорит то есть он говорит мы но имея в виду павла потому что павел играл играл главную роль когда расстава он расставался со своими друзьями служителями он буквально вырвался из объятий этих людей провожавших его в милите этих братьев это не преувеличение потому что греческое слово переведенное здесь в нашем переводе как расставшись с ними означает вырвавшись от них вот этими словами евангелист выражает особое усилие это это я цитирую и она златоуста выражает особенное усилие иначе им не выйти бы в море его просто обступили и не хотели отпускать такое бывает когда человек много потрудился и дети которые получали от отца много пищи и много любви они не хотели его отпускать это с одной стороны оно как бы показывает нам как нужно любить и нужно ценить проповедовавшим или продолжающим проповедовать нам слово божие об этом тоже павел пишет нужно ценить и особо почитать и любить проповедовавшим нам слово нужно с другой стороны своим служением заслужить эту любовь чтобы люди так к нам относились нужно же так работать как он работал и поэтому вот такая неподдельная искренняя сердечная любовь других к себе невозможно если если человек не вкладывает туда все свое сердце то есть он сам любил глубоко сердечно искренне и взаимно поэтому у них у них было такое отношение к нему это как бы пример к нам как нужно с людьми взаимодействовать потому что так работает любовь божья в семье в любой семье любовь и и ни с чем не перепутаешь и и нельзя самостоятельно или как бы искусственно из себя выдавить это очень хорошо когда при нашем появлении или при появлении кого-то за этой кафедрой люди только увидели а скетчула в последние времена нету и поэтому люди приходят и думают кто же будет и когда увидят кого-то они говорят о только не это вот чтобы такого не случилось нужно вести себя таким образом чтобы люди могли с удовольствием слушать слово божие через человека поставленного богом и тогда в обе стороны они они обогащаются поэтому вот здесь именно этот пример в нашем мире мы сегодня находимся в таком мире когда когда равнодушие оно преобладает когда равнодушие полон цвет поэтому этот мир холодный беспечный равнодушный жестокий и люди хотя бы в церковь приходят для того чтобы получить часть вот этого тепла которое они не находят нигде вот таким путем путем огромных усилий расставшись со своими друзьями то есть павел буквально силой сел на корабль и ему нужно было двигаться в иерусалим он думал что наверное в мелите будет проще расстаться но не тут то было а в ефесе его наверное вообще вы не отпустили потому что там множество людей было которые хотели чтобы он остался вот они сели на корабль и к вечеру того же дня прибыли на остров коз первые два стиха 21 главы говорят нам о том что темп повествования о Луке он ускоряется то есть в двух стихах Лука описывает путешествие продлившееся несколько дней и около тысячи километров поэтому он в двух строчках говорит что они посетили там не несколько географических мест называется вот так родился жанр тот который в журналистике обычно называется дайджест то есть в нескольких словах буквально в двух словах говорится целое повествование или целая идея выражается и это как раз преимущество священного писания но в нескольких словах сжатых дает очень богатый духовный смысл он говорит что первая остановка была на острове коз они приплыли туда концу первого дня этот остров коз он славился знаменитыми винами также очень изысканной материей тканями но еще он был известен тем что там родился историкам это известно знаменитый врач гиппократ все мы помним или по крайней мере многие знают клятву гиппократа то есть это символическое такое обещание служить людям как бы своим трудом и своей жизнью бескорыстно оказывать им помощь вот там родился этот гиппократ там же стоял храм вот этому богу который был покровителем целителей асклепию особенно его римляне любили после своих численных походов где они получали раны потом они их латали эти раны эти так сказать эскулапы их сшивали по частям и они приносили вот этому богу асклепию свои жертвы для того чтобы опять идти воевать это все происходило на острове кост там было такая такое место паломничества людей которые нуждались в здоровье там значит они буквально остановились очень на короткое время на следующий день павел с товарищами прибыл в родос это тоже остров и потом в концу третьего дня они пришвартовались в потаре вот там произошла перегрузка с одного корабля на другой потому что когда павел в трааде пробыв 7 дней зафрахтовал корабль он взял его в рент взял его на полное пользование пользовался им как хотел останавливался где хотел но оно было небольшим поэтому для того чтобы преодолеть 700 километровое путешествие от потары до тира им необходим был больший корабль они перенесли свои вещи и соответственно переселились на другой корабль этот корабль оставили и двинулись в сторону в сторону как раз тира здесь корабль направлялся в финикию он был был торговым загружен различными грузами был и вот они договорились о том что высадятся они в тире хотя нужно было им плыть в палестину тир согласно расположению географическому или юридическому принадлежал к юрисдикции сирии то есть тир находился в сирии то есть финикия находилась в сирии центром финикии был город тир и эта область маленькая входила в эту провинцию большую сирии поэтому они приплыли именно туда и никаких подробностей о том как они плыли нет лука упоминает только что они проплыли под кипром то есть кипр был слева они туда не заходили и в концу третьего дня они приплыли именно в тир тир был мегаполисом мегаполис это огромный город это город больших размеров со всей инфраструктуры огромный город был наполненный различного рода людьми что интересно апостол павел первым делом на начал искать церковь христиан когда мы попадаем в большие города но я не знаю что мы ищем иногда музеи иногда пляжи иногда диснейленды еще что то ну попадаем допустим в европейские города или здесь же в америке какие то ну надо осмотреть достопримечательности поэтому мы обычно туда направляемся апостол павел стал искать церковь есть такая особенность больших городах чем больше город тем меньше церковь у нас это тоже наблюдается возьмите вы ну нью-йорк допустим или лос-анджелес или или сан-диего или майами да любой город большой мегаполис вы возьмите чем больше город тем меньше церковь я не знаю чем это обусловлено все настоящие большие устоявшиеся церкви находятся в деревнях ну наподобие нашей поэтому вот так оно все устроено на самом деле это подходит под классификацию которую дал владимир филимонович марцинковский в своей книге в своем исследовании о царстве небесном он сказал следующее бог придумал деревню а дьявол город в городах царит или или гнездится в основном всякий грех туда собирается вот это все как бы сказать сообщество но на самом деле он прав потому что первая деревня под названием эдем была учреждена богом и насаждена богом ну а первый город появился так сказать с легкой руки каина который построил первый город причем назвал его именем сына своего енох но таких каинградов появилось много когда люди называют территории своими именами империи своими именами города своими именами и так дальше и там конечно как я уже говорил собирается всякий грешный люд вот здесь написано что в тире христиан было мало вернее об этом не написано но павел их искал значит их было мало он с трудом их нашел с трудом нашел и все же пришло время когда он их нашел и очень с ними подружился церковь христова отличается от других сообществ тем что как бы далеко мы не забрались где бы мы ни были но нас там принимают как своих знают не знают есть рекомендации нет рекомендации принимают за своих эта особенность не присуща никакому сообществу только только церкви христовой когда человек верующий приходит в свой круг христианский его принимают как родного это всегда свидетельство любви божией которая учреждена именно в церкви это уникальное явление которое нигде больше не повторяется потому что мы соединены конечно же кровью это объяснение одного отца то есть мы все прямые потомки не дальние родственники прямые потомки одного отца являемся между собой совершенно родными не двоюродными и не какими-то дальними родственниками поэтому любые христиане они близки по определению друг другу ничего удивительного поэтому павел нашел учеников там в финикийском тире и они предложили ему остаться аж на неделю хотя он торопился в Иерусалим но там произошло такое интересное событие его никогда не знали он их никогда не знал но у них в отношении него была информация к размышлению эта информация была дана от духа святого и они сказали ему павел слушай у нас есть информация для тебя ты направляешься в Иерусалим и мы хотим сказать тебе что нам сказал дух святой вот от духа святого конечно произошло вот это откровение этим этим христианам в тире им страшно повезло неожиданно в их среде оказался самый больший из апостолов это не преувеличение он сам так говорил и это всеми признано он больше всех потрудился и был больше всех из апостолов и вдруг он появляется совершенно в неизвестном городе в неизвестной церкви и конечно целую неделю они наслаждались его наставлениями и слушали его проповеди со своей стороны они получили откровение от господа как здесь написано по внушению духа говорили павлу чтобы он не ходил в Иерусалим здесь не нужно путать мы свои личные так сказать желания выдаем за веление духа дух святой как раньше павел говорил еще в ефесе по всем городам свидетельствует о том что узы и скорби ждут меня он знал эта информация не было для него сюрпризом эти люди тоже получили аналогичную информацию что его ждут вот такие события но со своей стороны чего дух святой им не говорил они говорили слушай павел не ходи туда ради бога не нужно туда ходить ты же видишь что тебя там ожидает то есть не нужно смешивать эти вещи когда дух святой открывает нам некоторые вещи это не значит что он отговаривает нас от них но люди конечно они склонны были его предупреждать и они хотели чтобы лучше он у них остался нежели страдал в Иерусалиме поэтому они предупреждали его об этом мы должны внимательно относиться к тем сигналам которые бог дает нам в отношении нашего служения что нам нужно делать и когда нам не нужно делать когда нам точно ничего не нужно делать иногда нужно просто молчать и ничего не делать но иногда нельзя молчать нужно только делать или говорить поэтому эти вещи нужно нужно различать ученикам которым дух святой открыл вот это ближайшее будущее Павла, им было жаль просто, что с ним произойдет и что они потеряют такого замечательного служителя, но он говорил что мне Бог поручил вот это достойнейшее занятие посольство в вузах, совершать посольство в вузах, для многих современных христиан это конечно ну как сказать неизведанная территория многие этого не испытали они не знают, что такое допросы, что такое предварительное заключение что такое последующее заключение и так дальше то есть понятие очень такое теоретическое не исследованное на практике но написано, что за имя Христова нужно страдать иногда даже до уз поэтому мы приходим к тому что проходит как бы через все Евангелие через все послания о том что нет легких путей нет коврового покрытия по пути в Царствие Небесное мы говорили об этом в прошлый раз что иногда нам трудно встать на колени на ковровом покрытии которое так любезно нам сделали ну то есть мы привыкаем к хорошему а Павел говорит не привыкайте к хорошему привыкайте к тому, что вам завтра придется пострадать за имя Христова поэтому Царство Небесное силой уберется через слезы страдания через вот эти тернии, боль и входите тесными вратами такой как бы тезис, который мы должны всегда держать в своем духовном сознании вот подводя итоги мы говорим следующее на что нам не жалко потратить свою собственную жизнь во-первых нужно понимать, что мы здесь в этом месте, в котором мы живем и в этом времени, в котором мы живем мы живем не случайно об этом мы иногда забываем то есть мы живем на этом свете потому что так захотел или выбрал эту жизнь Бог не мы выбрали эту жизнь мы же не выбирали когда нам родиться, где и от кого родиться в этой жизни Это он захотел так, Господь так захотел. И если он захотел, чтобы мы жили, значит, он вершитель всех судеб, в том числе и нашей судьбы, на нас рассчитывает. Иначе нас просто бы не было. Если бы он ничего не желал от нас, ну нас бы просто не было. Поэтому он благоволил произвести нас в этот мир. Ему что-то да надо от нас, нужно, чтобы мы сделали. Он хочет, чтобы мы для него, не для себя, для него что-то сделали. Вот это нужно помнить. Потом он кое-что приготовил нам, как Библия говорит, в покибытии. То есть в следующем этапе жизни, который последует за этим. То есть Бог устраивает не только настоящую жизнь, но устраивает жизнь будущую. И вот ради этой будущей жизни с Господом мы и тратим с удовольствием настоящую нашу жизнь. Растрачиваем ее буквально ради вечной жизни. На это действительно не жалко потратить нашу жизнь. Я имею много примеров, но вы и сами знаете. Допустим, моя мама во время войны попала в Германию. Где-то под Мюнхеном она там была почти все время войны. А папа в это время, именно в это время, 41-го года и по 53-й во время войны, был на 900 километров южнее Воркуты. То есть он сидел в тюрьме, за славу Божию, и он сидел там в Белом море возле Соловков. И потом в Котласе, в этих жестоких полярных, заполярных условиях. Какая вероятность того, что они друг друга не знали, и потом встретились где-то на юге в районе Азовского моря. Да никакой вообще вероятности такой нет. Бог так сделал, что каждый из нас появился вот таким невероятным путем, таким вот способом, когда Бог все устраивает. И если мы существуем, если мы живем, то Бог на нас рассчитывает. Мы должны подумать, что же он желал бы иметь от нас. И когда мы получили эту жизнь, мы должны ее на достойное дело растратить. Так Павел и выражался. Течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, венец жизни, который Бог не только мне, но и всем любящим явления его приготовил. Вот ради этого стоит жить и тратить нашу жизнь. Пусть Бог благословит и поможет нам в этом. Аминь.